Пластик из картофеля. Миф или реальность? Интересное открытие сделали ученые-химики из Альбертского университета в городе Эдмонтон в Канаде. Используя метод экстракции субкритической водой, было обнаружено то, что картофельный крахмал приобретает новые свойства. Он начинает растягиваться и удлиняться. Во время экстракции температура воды поддерживается между точкой кипения 100 градусов по Цельсию и точкой образования воды в пар 374 градуса. Чаще всего температура поддерживается на уровне 200 градусов. Получившийся продукт из картофельных очисток, по сути, является гибким и прочным биоразлагаемым пластиком. И к тому же сохраняет фенольные соединения, благодаря которым картофель, яблоки и виноград защищаются от микробов. А это означает, что полученный биопластик из картофеля имеет антимикробные и антиоксидантные свойства, которые защищают продукты в такой пленке или контейнере от негативного влияния бактерий и свободных радикалов. Ученые запатентовали полученную технологию и верят, что она станет хорошей альтернативой производимому пластику из нефти. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей реализации данной технологии и использованию ее в различных сферах деятельности человека. Пишите об этом в комментариях под нашим видео. А также присылайте на почту info.sobakageocenter.info информацию о других технологиях, известных вам, которые способны помочь человечеству во времена надвигающихся природных катаклизмов. Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатически глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.